Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией Жан Перриаль, иногда называемым Перриалем, Парезьеном или Жаном де Пари. Был успешным портретистом французской королевской семьи в первой половине XVI века. Я пользуюсь Википедией. Также был архитектором, скульптором и составителем эллиминированных рукописей. Был активен в основном во Франции, а также в Италии и Лондоне. Главными покровителями Перриаля были Карл Бурбон, король Карл VIII, Людовик XII и Франциск I, правивший всей Францией. В честь Карла Бурбона он написал гербы для въезда дворянина в город Леон. Его самыми выдающимися работами часто называют портрет Карла VIII, находится в музее Канде. И миниатюру Пьера Сала, изображающую поэта, который как Перриаль был королевским коммердимером. Был опытным дизайнером гробниц и медалей, театральных декораций и церемоний, включая свадьбу короля Людовика XII и его второй жены Марии Тюдор. Для заключения брака Перриали отправили в Лондон в 1514 году, где он также выполнил портрет Марии Тюдор. Работая с глазурованным пигментом на стекле, он также создал уникальный портрет Людовика XII, а заглавленный Людовик XII французский в молитве, находится в художественном музее Уолтерс. Как скульптурный дизайнер Перриаль набросал дизайн для гробницы Франциска II, герцога Британии, который был выполнен французским скульптором Мишелем Коломбо. И сейчас находится в кафедральном соборе Нан. В 1516 году написал аллегорическое изображение «Плач природы странствующему алхимику». Его стиль отличается элегантностью, присущей французской традиции, а также оттенком фламандского реализма. Умер около 1530 года. Вот так вкратце из переводной википедии о архитекторе-скульпторе, успешном портретисте французской королевской семьи в первой половине XVI века Жан Перриаль. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok